Попал не знающий, не владея информацией, даже не представлял, что будет. Мужики, здесь делать нехер. В прямом смысле. Почему? Здесь люди сами справляются со всем. И не надо в это поперлезть. Что с тобой случилось сейчас? Обстреляли в колонну, перебиты ноги. Где обстреляли? Уже на территории Украины. Обстреляли в колонну, попал в больницу. Дай бог, вылечусь. Кто у тебя в родине остался? На родине остались двое детей и жена на издевении. Не надо сюда ехать, братцы. Ты им еще оказали? Помощи хорошую оказали. Больше не надо сюда лезть. Бандераться ты здесь не видел? Бандераться вообще не видел. Ты сожалеешь о том, что ты сюда привезешь? Очень сожалею. Приехали в командировку под предлогом учения. С личным составом, который составляет 80% срочников. Но на Украину воевать ехать не собирались. Убивать тоже никого не собирались ехать. Сейчас я нахожусь в городе Полтава, живой-здоровый, в плену. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия на территории Украины. Бессмысленные. Люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. С тобой все в порядке? Со мной все в порядке, живой-здоровый, знакомый. Должность. Начальник службы, полночник, начальника штаба по защите государственной талии. Как попал на территорию Украины? И когда? 27-го числа построили, в 5 утра сказали, выезжайте. Где построили, в части? Из Белогородя. Так. И прибыл, ехали в колонию. Какая задача стояла у вас? КамАЗ. КамАЗ. Как ранее доведено, доехать до Сумы. А там что? Там окружение взять, наверное, город. Но больше командир не доводил эту информацию, больше с разведчиками общался. Так, окружение в город, да? И дальше. Город Сума окружения? Точно. У вас конкретно задача стояла против Украины, правильно? Против Сумы, да. Против Сумы, но это территория Украины. Так точно. Что хочешь сказать? Чтобы война тебе кому не нужна вообще. Это очень страшная обеда. Ну и что ты хочешь сказать своим россиянам? Не идите сюда. Не слышу громче. Не идите сюда. Почему не идти сюда? А потому что у меня как здесь тоже люди живут, а не как по телевизору показывают. Так а что ты не бросил присягу и сказал, не идите сюда, там? У тебя родственники есть? Да. К тебе домой приходят оккупанты? Нет. Ну ты представляешь, тебе грады начнут бить по твоей территории. По вам, по желным, по ветерам. Я все прекрасно понимаю. Ехали на учения. Город Белгород. Начали подорвать, сказали садиться на машину по колоннам и следуйте за колонной. Так. Дальше. Мы приехали, доехали до границы, мы спросили у командира взвода, что мы делаем на границе. Он нам ничего не ответил, сказал, едьте дальше за колонной. Мы поехали дальше за колонной, доехали до города, на Кольцевой. Мы потеряли колонну. Какого города? Первого, самого, ближайшего. Какая территория? За границей уже. Территория какой страны? Украина. Вы с какой целью сюда ехали? Мы не знаем, задача, не знаем цели, нам вообще ничего не доводилось. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что мне нужно ехать на Украину. Сейчас какая? Войнская ЧАЭ-1, кстати, 701. Где она находится? В Подмосковье, в город Нарфа-Минск. Что ты хочешь сказать? Даже то, чтобы не ехали сюда воевать. Здесь люди и хотят войны с Россией. И воюют только за то, что русские нападают на них. Не бойся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok